Лидера, я благодарен вам, что вы сегодня пришли. Я прошу Юрия Коновальчука, он есть... Он прошел туда сейчас. Ага, он прошел, потому что мне, в принципе, мне тоже надо зарегистрироваться, чтобы попасть на судебное заседание. Извините, адвокат, но точно пишет. Секундочку. Саур, скажи что-нибудь. Саур, пересмахай чуть-чуть, разгромнись. Давай, скажи пару слов, круши. Ну, в общем, история простая. Что в такой ситуации может оказаться каждый из нас. И это вопрос даже не в том, что кто-то заплатил налог, или кто-то не заплатил налог, или попытался обойти вопрос государства. Вопрос в том, что нет единых каких-то понятных, легких правил для каждого из нас. То есть, рано или поздно каждый из вас столкнется с ситуацией продажи квартиры, машины. Вы, например, кто-то 100% продает автомобили. И все знают, что если ты в первый раз продаешь автомобиль, ты ничего не платишь. В второй раз, если ты продаешь автомобиль за год, ты начинаешь платить. Там точно так же вступает оценка. И если завтра при том объеме рынка, который присутствует в перепродажах и всяких коммерческих штуках, вам завтра доначислят случайно какой-нибудь следователь или еще кто-то доначислит недостающие налоги в сумме 300 гривен, 1000 гривен. Потому что сумма не влияет на самом-то деле. Где 1000 гривен, где 9 миллионов гривен кто-то доплатил или не доплатил. Каждый из нас может оказаться в ситуации, что вон суд и не факт, что за вас выйдут. Поэтому очень хорошо, что такое количество людей сегодня собралось поддержать Геннадия Викторовича. И каждый из нас должен понимать, что мы выходим или вышли. Мы сегодня не за него даже по большому счету, мы вышли за себя. Потому что завтра, послезавтра, через неделю за нами обязательно придут. А Геннадию Викторовичу быстрейшего освобождения. Спасибо. Спасибо этого человека, знают все, мы ему крайне признатели. Он стоял в Вестоков, когда вместе начинали деятельность Балашовым заор. Спасибо за то, что пришел и хорошие слова. Ребята, немножко прервусь, если позволите, мы с вашего позволения заберем оператора, пойдем сейчас на заседание, потом выйдем, поговорим. Есть микрофон, будут камеры, кто хочет выступить, поговорить, пожалуйста, милости просим. Если есть какое-то время, вот тут включайте музыку, слушайте, развлекайте людей. И спасибо всем большое. Хочу сказать о том, что против нас работает сейчас где-то около 32 прокуроров, около 35 следователей. За 10 на 10 судей, ну и работает хорошая батаферма, хорошая служба. Эта сумма, которая нам озвучила, составляет на сегодня 300 тысяч долларов, которые уже потрачены. Но сколько идут еще на суды и на продолжение данной истории, мы точно не знаем. Где-то так, так что мы на заседании будем держать в курсе. Спасибо всем.